Не видят? А какой герой всю жизнь воевал с Луной на равных? Это и был Гирокоптер. А Свен с ней хорошо воюет, так же абсолютно. Это та же самая Луна, которая прыгает, тем более, сейчас с Плэшом, который эту иллюзию убивает очень хорошо. Возможно. Но это как раз ровная битва всегда. Вот эта Луна, Свен, кто через стаки сворует и кто быстрее нафармит, тот и выгнал. Пока мы видим, что Луну не очень хотят пикать ни те, ни другие, потому что Шадоу Демона уже нет. Луны, я не думаю, не будет уже без Шадоу Демона. Голую Луну пикают только в одном случае, если ты не какой-то айс-айс-айс, или во втором случае, когда просто нужно своровать его от Шадоу Демона. Так Голую Луну вряд ли кто-то забирать будет. Ну да, но её могут взять на ласт пик, например, где-то она может зайти. Ну подойдёт, да, просто подходит. Ну пятые пики, да, они такие. Кстати, я хотел бы обратить внимание, что у Гармага что-то все заигрывает. Он выпадает из первой стадии во второй стадии. Вот в прошлых играх банили всегда. Меня это расстраивает, потому что я поставил, что Огр будет занимать максимальное количество пиков на этом турнире. И на групповом этапе именно так и было. Нет, он пока там и есть топ-1. Трент-аут, видишь, меняют на трента этого Огрмага. Ну да. Я вот не ставил Огрмага топ-1 пиком именно потому, что у него вроде как есть альтернатива в игре, казалось бы. Ну вот уже где-то ближе к середине турнира альтернативы начинают находиться. Тот же тренд. Подъезжают. Да и в Спирита сейчас кто-нибудь вспомнит по-любому. Это что, однотипные персонажи? В Спирит, он-дайинг. У Зевса бы добраться. Вот. Зевс, кстати, иллюзии может раскидывать налево-направо. Нет, Зевс, наверное, против этой стратегии так в целом не очень. Но вообще, почему Зевса никто не берёт, это вопрос. Капли. Капли всё испортили. Да, капли это да. Капли быстро выбиваются, на самом деле. Капли никто не берёт потом в середине игры, а не тем, вначале ты постоял, вначале постоял, капли израсходовал, максимум, максимум. Ты принесёшь вторые и их израсходуешь, потом ты их брать не будешь. Некоторые сразу с двумя каплями бегают. Есть и такие. Вот, на самом деле, я думаю, что капли в первую очередь, конечно, подкосили Зевса, потому что, если так подумать, герой-то суперкрутой. Но совсем не пикается никем. На самом деле, капли Юзлс против Зевса, он их очень быстро выбивает. Ну как, первым-то не сбиваются капли? Пара драк в мидгейме, где эти капли тебе дадут не умереть, и вот как бы ты победил Зевса, потому что он никого не убил, денег нет, драку проиграл, всё плохо. Но на четвёртой позиции мог бы, на самом деле, мне кажется, работать. Как Вивер такой аналог. В оффлейне с талончиком. Как Вивер, только Зевс. Ну, я имею в виду вот такой же. Ну, кто давно следит за дотой, например, ты, Иван. Да, Алоха Дэнс играл на четвёртой позиции. Нет, Алоха Дэнс нас не интересует здесь, в этом конкретном случае. Это Cloud9 в своё время с Мизери. Точно. Вот. Они родоначальники, так скажем. Ещё тогда, когда не было понятия талон. Ну, правда, Зевс, наверное, на четвёртой позиции вряд ли бы купил талон всё равно. Но не было там баунти-рун, не было капель, ещё кучи всего не было. Баунти-рун, по-моему, в четырнадцатом, в пятнадцатом... А, это как в четырнадцатом было? Мне кажется, не было. Нет, в четырнадцатом году. В четырнадцатом году Cloud9 были другие. Предположим, даже если были баунти-руны, всё равно было всё не так радужно. Сейчас всё получше. Не было так радужно. Рейндропов точно не было. Зевс, в принципе, та же самая Мирана. Тоже самое про кастер, только в какой Мирана плюс? У неё есть эскейп. У Зевса такого эскейпа нету, поэтому всё-таки предпочитают больше взять такую Мирану, которая соберёт свои догоны, эзерблейды и так далее, и также будет убивать, который ещё в потенциал можно в лейт одеть. В отличие от Зевса, который только может быть про кастер. Ну, Зевса, Аганим Рефрешер, там ВЛ Линза, это нормальный про кастер. Ну, Аганим Рефрешер я не спорю, это очень сильно. Но это много, много денег. Много. И обычно игры так не затягивают, чтобы Аганим Рефрешер появился. Надо Зевсу сделать тоже, чтобы у него Аганим давал, чтобы Молния первая бил нон-стоп, как у Мираны. Как с Мьёлнера по всем. Он будет фармить быстро и всё, будут все пикать. Джиггернаут. А вот и Луна голая причём. Ну, я говорю, если ты не из Юго-Востока, а ты... Не, ну как голая, на самом деле. Это с недавних пор только Shadow of Demon Луна. Ну, как, с недавних пор это вернулось. А так-то, если вспомнить историю, то Луна Винга, например. Это уже не голая Луна, это уже какой-то баф, и... Ну да, спасивочка, стандартная, добрая Венч Фулл Спирт. Потом Луна Угрмак. Это, опять же, это баф на 60%, ну, на 60% скорости атаки, и там, на 16 мастер. Ну, в общем, прилично. Да, достаточно. Прилично. Это такая Луна очень быстрая, очень юркая, очень быстро бьёт. То есть, баф можно придумать. Огар неплохо, кстати, смотрится для VG Unity. Ну, да. Я тоже так думаю. На самом деле, вот этот Рубик, он на фёст пик берётся, а вот это вот, когда в лейт уже уходишь, когда ты телекинез с болтом за Макс, вот эта вот пассивочка, пассивочка, вот эти 20%, на самом деле никто не замечает, они очень сильно решают. Конечно. Я не так давно записывал видео по этому поводу, да? Я, честно, не посмотрел ни одного твоего видео, поэтому... Вот так вот. Друзья познаются в просмотре видео. Обидно, конечно, сейчас была. Сореново. Сореново? Найс слово Сореново. Мне понравилось. Я более того скажу Рубику. Если нужно, прям видишь так, что у противника много маг-прокастов, можно эту пассивку начать максить раньше, чем телекинез тогда максить. На двойку. Раньше, как играли, на двойку играли телекинез, и максит как раз к десятому левелу. Ну, плюс-минус этот быстрый левел, который ты набираешь там книжечки, ещё как раз докупаешь, у тебя на четвёрочку пассивка. И вот во всех вот таких подпушах, как раз вот как в предыдущей игре было, когда там на 20 минут ты уже на рампу заходишь с этим тимбером и луной. Эта пассивка очень сильно решает. Ну, она очень много даёт потенциальных вот жизней, на самом деле. Похоже опять на Омни, кстати. Почему-то он тут смотрится неплохо. Вроде в куче милишников под ту же луну, под тимбера. Ну, в принципе-то да. Правда, диффузеры сейчас уже есть. Ну, и в прошлый игрек тоже не остановило это. И взяли вивера ластпиком, то есть. Не, ну здесь на месте ВГЮнити, может быть, стоит задуматься о том, что рана куда-то пушить уже не получится. Там всё-таки дерево, оно сильно мешает. Вот этот армор там. Если у тебя нет пуганы только. Если нет пуганы только да. Не, если ты пушишь, то у тебя Тауру нужно пушить от начала до конца сразу и очень быстро. Сразу, да. Ну да, а ты заколебёшься рано пушить. Ой, мачо-менедж. Димон с мипарями. Димон. Медасик. Огрмаг. Мне нравится. Вот берёшь просто Огрмага, и ты запакован уже в лейт нормально. У тебя уже точно будет луна сильная там под этим блаф-властом. В принципе, тимбер нормальный. Ну и ММС просто решает. Мне кажется, вот они сейчас как раз думают насчёт баффера любого. Или Винга. Ну Винга такое. Винга такое. Ну какой-то бафф нужно взять. Она выгоняет плохо чужого флэма. Она вообще такое, на самом деле. Она и рома так себе вообще. Только на кэрре, в общем. О! Опачки, любимчики. Вот тебе, кстати. Ну это тоже самое Огрмаг, который будет ромать. Ну это тоже Огрмаг, который не даёт баф луне. Вот. Странный выбор, как по мне. Ну вот чуть-чуть усилили тимфайт, то есть всё-таки приятно. Зато, в отличие от Огрмага, который становится бесполезной в середине игры, только за счёт своего бафа он полезный как раз. Ну ничего нету не станут. Там нормально вообще загоним, никто не играет, понятное дело. А Сперит наоборот очень много дпс выдает в этих файтах. Ну, да. Но всё равно. Блуд ласт. Мне очень нравится этот скилл. И опять это непонятно для коллов. Пойдёт тимбер в мид, как в прошлый раз. Потому что вроде у него очень хорошо получилось в центре отстоять с Мираной. Да в мид он пойдёт, скорее всего. И опять Омник во флинию. Ну не факт, но в принципе может работать. Но я думаю, что... Какой-то Дарксир получше мне даже нравится, чем Омник. Правда под него особо ничего нет. Ну, Эрспири достаточно хорошо под него. Я бы сказал, что какой-то стан, такой ауэшный, может быть, хороший. Айтхантер? Ну, не, кентавр. Я бы сказал, кентавр. Ну, не всё равно, мне больше нравится какой-то полукор. Сейчас тимбер лучше поставить. Так с кентавр и есть полукор. Ты не вывезешь просто против Джаггера, Мираны, вот этой луной с тимбером. Не, на самом деле. Сейчас ты коллы уже научены прошлой игрой. Кентавры нормальные. Кентавры, которые этот худ вангвард собирает, потом ты их ещё не то что не вывезешь, ты их вообще переедешь потом. Они тебе ничего делать не будут. Радиант тимбер. Да, ну, мне просто нравится. Станы точечные здесь, конечно, есть. Эрспирит и Рубик. Ну, Рубик всё-таки им тяжеловато там инициировать как-то, да, можно и отклеиться. Эрспирит, он не очень надёжный стан. Всё-таки можно, ну, легко промахнуться. Он сейчас так медленно катится, этот камень, как черепаха такая по карте едет. Санктавр хорош, не знаю. Ну, здесь и как раз там Пит будет решать, и Санктинг будет запрыгивать. Ну, 17 секунд ещё есть на принятие решения УВГ Юнити. Ну, из других игроков, конечно, есть Дарксир, если хочется. Это Легион Команды. Ну, тоже стан, но немножко не такой. Вот она здесь, он просто так, на самом деле, Легион. Ну, может скинуть стрелу. Это единственное для чего. Типа того. Ну, да. Ну, слушай, им виднее, да, может быть, они... Они же там играют, а мы тут языками чешем. Именно. Ну, может быть, именно в том-то и дело, что там парень уверен на Легионке. Я вот как раз сейчас быстренько смотрю последние игры, и да, была у них Легионка несколько раз. Поэтому, видимо, есть уверенность в этом персонаже. То есть парень, конгуру, хочет играть на Легионке. А тут Лайфстиллер. Ой, и что это такое? Это получается у нас Offlane Лайфстиллер? Это получается... Джаггер Медовой. Это просто Джаггер Медл Лайфстиллера в лёгкую. Зедфрик на Санктинг в офлени, Миран и Дерево Саппорта. А игра это к комплексности. Ну, посмотрим, получится у них в этот раз или нет. Вторая карта между Комплексити и ВГ Юнити начинается прямо сейчас. Мы возвращаем наше слово в Бостон, где Форс и Гатхант будут для вас комментировать этот замечательный матч. И всем ещё раз привет, дорогие друзья. Прямиком из Бостона для вас Гатхант и Форс будут обозревать матч ВГ Юнити против Комплексити 1-0 в пользу малазийской пятёрки. Спасибо огромное нашей студии аналитики за детальный анализ пиков, да и предыдущей игры. Ну, а мы будем переходить ко второй карте. Да, у нас, к сожалению, пока закончились две БО-3 серии со счётом 2-0. Возможно, в этой серии что-то изменится. Возможно, Комплексити выиграют. Сейчас вторую карту и всё сведут к третьей. Эмоциональные ребята. Мы не раз отмечали то, что Swindles очень активно реагирует на проигрыши команды и строит своих ребят, держа их в ежовых рукавицах. Но посмотрим, поможет ли эта кратковременная пауза размером в 10-15 минут вернуться команде и забрать вторую карту. Проигрывать нельзя, если они хотят продолжить участие на данном турнире, так как это сингл иллюминейшн. Проигравшая команда отправляется домой. Ну, точнее, не домой, она отправляется отдыхать по Бостону гулять. Да, Акжит, кстати говоря, только что заметил вражеский Смоук на боте. И надо отметить то, что вот я повстречал Мелонза и команду Комплексити в перерыве. Он абсолютно спокойно, размеренно, держа себя в руках, объяснил ребятам, что пошло не так. Я уж не стал там стоять рядом и подслушивать, но выглядело, по крайней мере, со стороны этой именно таким вот образом. Ну, это хорошо, если они перешли на спокойный язык. Ну, дело в том, что если ты будешь ругаться со своими ребятами в такой ответственный момент, ты никому... Скажи это Рутикею. А, ну... Никому ты, в общем-то, пользы не сделаешь. Если бы он владел кунг-фу, мне кажется, его бы тиммейты после перерыва возвращались переломанными просто. Ну, тогда ты уж точно играть не сможешь, если ты переломанный, вернешься. Ну, может бить не по рукам, например. Ладно, смотрим. Оставим в покое Рутике и его команду. Да, но у нас противостояние на центре Тимбер против Джиггернаута, что достаточно забавно. Ожидали мы, видимо, увидеть Кор Патму в этой игре. Но после ласт пика Лайфстиллер от команды Комплексити стало понятно, что, скорее всего, Патма будет ромить. Джиггернаут на первом левеле берет криты, чтобы перекаяшивать Тимбера. Вот любят, любят в Азии легионку. Так тебе могу заявить. Почему нет? Мне этот герой вообще нравится. Он как инициатор неплохо, он и отпушивает хорошо, и при этом как сейвер от каких-либо дизейблов крутых тоже классно смотрится. При этом всегда может уйти, пофармить в лес. Если что-то пошло не так, берешь талон и спокойно смещаешься. Да, герой достаточно опасный на лайне, то есть против каких-то милишников он может просто вот так вот в крипах стоять и драться. Работает пассивка у Кангару, и он будет еще и какие-то хитпоинты получать за то, что с тобой тыкается. Плюс дополнительную тычку тебе наносит, что важно. Он и при обычной доте хороший, и при затяжной, то есть если там много дуэли на выигрывать. Так, Тимбер. Тимбер отдает фиртблат. Кэнсел здесь тоже погибает, хотя провезу фласку и хватает хп, чтобы уйти. Я не обратил внимания на то, что у нее есть заветный боттл. Ну, в любом случае, Кэнфулу сейчас придется вернуться, потому что здоровый... А, у него Хеллингвард. Я есть Хеллингвард, поэтому первого уровня, конечно, но маны нет. Стоять придется аккуратно, да. Маны у него нету. Скорее всего, боттл себе купит и принесет, тогда будет все нормально. Но там рунка появилась на топе. Это баунти. И достается на Хеллингвард. Все-таки Ливенгвард плюс Хеллингвард позволяет Джиггернауту остаться на лайне. Слушай, у Легионки здесь все слишком хорошо. 11 на 1 по крипам. Это никакой не оффлейн, я бы сказал. Вот с Тринд Протектором мало кто может тыкаться, потому что у Тринд Протектора достаточно высокий урон. Но вот Легионка — это как раз-таки один из тех персонажей, который с удовольствием потыкается с этим Тринд Протектором, потому что, опять-таки, выкачивается пассивка, и ты можешь пропереться на дополнительный удар, откилиться еще. Тем более крипов переагриваешь там, если грамотно стоишь. Вот в итоге дисбаланс на линии, крипы пушат твой лайн, ты в конце концов получаешь экспу и золото, если все идет так. А Затфрик, кстати говоря, находится во вражеских лесах, фармит там, пытается спамить стрелами на центр. Почему нет? Есть возможность фармить. Эр Спирит с Виндлза не попадает. С Виндлза просто уходит. Ну, там Ливинг Армор и Сид был, так что не взять его, наверное. Вообще интересно было, как Джиггернаут смог справиться с Тимберсон. Там не так просто Реггин перебить. Да, нам, к сожалению, не показали этого момента. Возможно, как раз таки залетела стрела от Затфрика. Вполне вероятно. Да, мы видим то, что Нана убил Хилингвард. Джиггернаут, как только он его поставил. И это значит, что в ближайшее время Реггина никого не будет. Так, Кэнсел тут немножечко недоконтролил. Кэнселл. Уходит на Тимберчейне. Ну и Нана. Ну, под вышку идти не получится. А, тут Зефрик подходит. Надо бежать. Тимберчейне отпрыгивает, но не будет в ближайшее время. А, вот стрела есть. Стрела. Зайвейдил. Неплохо. Нужно сохранить ирону на топе для Джиггернаута. Минус дерево. Слушай, тут драка-то будет продолжаться. Есть все возможности у Легионки нанести еще дэмэдж по му. Баунтируна появляется на топе. На ботами лежит Хаста. Слушай, надо быть аккуратней здесь. Легионку фидить это совсем нехорошо. Да, Легионка, которая может вынести в Вейзе там армлет какой-то с хардлейна. Сейчас пытается ее убить, наверное. На пресс-атак уже хватает маны. Как только повесится Ванды, он тут же сбросит себя все это дело. Плюс еще есть манга, можно будет кинуть стрелы. Получить дополнительный мус-пид. Идет Ару. Вранжевого крипа. Пошел сид. Ничего страшного. Конгуру здесь врасплох не застать. Сейчас еще и крипы подойдут. В общем, у Легионки все отлично. Может быть, будет все настолько хорошо, что Конгуру решит играть опять-таки через армлет. Хотя на хардлейне, наверное, лучше все-таки брать стандартный билд через Блэйдмейл и Даггер. Может быть, Шадоу Блэйд. Может быть, Шадоу Блэйд, действительно. Почему бы? Он здесь круто смотрится против Найкса, подрезать дэмэдж лишний, когда в Сильверейче сляпнешь. Да, все-таки Сильверейч стоит покупать не только потому, что он пассивки какие-то срезает полезные вражеским героям, но и вот механика брейка позволяет еще и на 40% снизить урон исходящий. Полезная штука полезная. Ну, пока на лайнах все спокойно. У команды ВГ Юнити на сейфлейне, я имею ввиду. Луна хорошо фармит. Крипов добивает абсолютно всех. Снова в рейнджового крипа, пока он только фарм ворует. Ну, вообще Аркан Буцы уже есть. Нельзя сказать, что он прям ворует фарм. Он просто пытается как-то пропереться на хорошую стрелу. То есть он там старается выжать в какой-то момент, кинуть стрелу. Попадает. Ну, хорошо. Можно накоцать тимбера. Даже если вы его не убиваете, вы заставляете его отступить. Мажет Роллинг Болдером Махфу. Ну, в общем, на начальной стадии у команды ВГ Юнити все намного лучше. Да. Нужно обратить внимание на то, что есть Луна, которая топ-1 покрепит. Та, то флейнер великолепный в виде легионки 26 на 1. И сейчас появится дуэль. Если что, ну, очередная стрела. Забрать Большого Кентавра. Четвертый уровень уже у Патвы. Вот в планету все хорошо. Му. Вгрызается. Ну, Ванды вешать не хочется. Вот пошел Сид. Тут же пресс за атак. Пошли Ванды. Да, как-то он неправильно все это сделал. Черт же Гернал отбежит. Надо отсюда убегать. Просто вчетвером сюда вышли. Комплексити и ничего не смогли сделать. Да, Кэнсел возвращается в мид телепортом. То есть фарм он особо не потерял, но все равно неприятно. Пытались забрать. Я был немного удивлен, когда пресса атак повесилась сразу на Сид. То есть я думал, что дождется Вандов на себя. Ну, там тебя под Сидом Лайвстиллер еще немножечко потыкает. Так что решил Кангару сразу же кастовать пресс за атак. Сразу же спасаться в данной ситуации. Подобная ситуация страшна даже не только тем, что у тебя там более-менее лейтовый герой на хардлейне стоит. Проблема в том, что Лайвстиллер не фрифармит. Это плохо. Луна будет очень опасным персонажем. Не, ну 42 на 12 против 38 на 4. Не сказать, что это сильный разрыв. Но проблема в том, что Луна дальше активнее набирает гораздо в лесу. Она уходит в лес или какие-то на стаки эншентов. И у нее становится все очень даже замечательно. Мы все это прекрасно понимаем. Тут, конечно, нет шадоу-демона. Не так активно будет происходить пуш, но... А все-таки доставляет некоторый дискомфорт эта легионка. Одним словом. На хардлейне. Комплексити просто старается толкнуть центра сейчас. Они пытаются сейчас подловить, наверное, Тимбера. Будет ли Ароу. Есть Ароу. Пролетает мимо. Ну и уходит отсюда на на... Который, кому-то, уже завидел. Не получается. У комплексити ничего не получается. Они выходят в топ, не могут убить. Выходят в мид, не могут убить уже который раз. Ну, кроме Ферстблада, который сделал Кэнсел. Но этого все-таки слишком мало. А тут сейчас уже вышка может упасть. Пошел Ливинг Армор. Прожат Фортификейшн. Не хотят особо отдавать, конечно же. Играть против Луны. Они прекрасно помнят предыдущую игру, чем это закончилось. Если быстро отдавать Тевра. Кэнсел бежит на топ с дабл дэмэджем. Он не слышит у него есть. На нас следует быть очень осторожным. Не боится. Настака Нормор. Риген хороший, поэтому... Не страшно. Есть инвиз на Патме. Можно попробовать какую-то Рубика разобрать, наверное. Ну, Луна тут достаточно сильна. У нее есть рейндроп. Может не хватить урона. Поэтому, да, лучше Рубика пытаться убивать. Если будет возможность. Зетврик просто дает информацию, что шедоу демон сейчас далеко и можно попытаться забрать одного из героев ВГ Юнити. У Манкис Форевер есть эпицентр. Старается сбайсить скиллы Манкис Форевер. Копает. Сбайтил скиллы. Отлично. Пошел Телекинес. Надо уронить на Патму. Не попадает на Патму. Будет ли Эклипс. Пошел Эклипс. Сбивается здесь эпицентр. А нет, ну не сбил. Успел скастовать. Пытается улететь отсюда Рубик. Очередной подкоп. Манкис Форевер. Это минус два. Здесь попытка забрать через дуэль Лайфсилер. И она успешная. Да. Это первая дуэль для Лиги Коммандер. Да. Происходит размен у нас на лайнах боковых. Погибают керри обеих команд. Что не очень хорошо. Конечно же. Но канцелл в этот момент просто фармил крипо в центре. Сложно выделить победителя конкретно в данной ситуации. Потому что с одной стороны ВГ Юнити сейчас сломают вышку. С другой стороны комплексити на центре фармили. Достаточно серьезно. Ну и выигранная дуэль конечно же. Десять дамага на дороге не валяются. Кангуру нужно набирать преимущество. Разъяренный мув просто приходит сейчас на топ. Прожимает рейдж. Пытается уничтожить Ахпу. Подкоп по Earth Spirit. Ну бессмысленно там был давать пресса атаку. Он прекрасно понимал. Еще и Арнелл залетает. Там есть конечно рейндропы. Но они уже сбились. Пресса атака себя не успевает. Ну даблкилл. Мстит своим обидчикам на топе Мул. Зал используют старые традиции когда Мул убивает. Они просто издают звук . Так, ну что, руна Ригина была на ботаме, на топе, соответственно, баунти руна. 11-я минута. Да, стоит отметить, если в WG Unity каким-то чудом выигрывают эту карту, они зарабатывают уже 112 тысяч долларов, по-моему, если не ошибаюсь. За все время команда из Малайзии выиграла 12 тысяч долларов. Да, для команды, которая впервые на таком турнире, это, конечно, огромный прогресс. Заработать так много денег, показать себя. Все-таки многие скептически отнеслись к участию в WG Unity на этом турнире. Ну, многие LGD хоронили и сказали, что нет. А многие еще говорили, что Wings и Zikaточки и пройдут до гранд-финала. А в итоге Wings отлетают в первый игровой день. WG Unity топчет комплексити. За 20 минут. Да, Кангуру все-таки играет через ПТ-армлет. Не через Фейзер-армлет, не через быстрый даггер. Ну, этот парень знает, что такое хардлейновая легионка. Так что его билд наверняка идеален в данной ситуации. У Monkeys Forever практически готовый блин. Да, уже может отправляться на базу, пока дойдет уже на тикет. Что у нас у Тимбера? Арканг Буци, Солу Ринг, Щиток. По-моему, стики. Да, Грейджные. Не боттл. Неплохо. Выходит на Тимбер Чейни. Его тут не взять. Зефрик. Шестой уровень. Moonlight уже есть. Да, все-таки на саппорт по Тме Moonlight нужно качать, как ни крути. Много дэмэджа получает здесь Зефрик. Лучше уйти, наверное, с Липа. Да, не достает моему диску Нана, но пытался. Очевидно, Зефрик стрейтится влево. Нана это понимает. Пытался еще Тимбер Чейном как-то задамажить Патму, которая в теории могла бы быть там. Но не попадает. Зефрик постоянно находится в лесах ВГ Юнити. Он отбирает фарм, который теоретически может доставаться игрокам ВГ Юнити. И постоянно дает какую-то информацию. Посмотри, хороший вард стоит на боте. Он сейчас подходит икснова все это девардит. Но этот аптервер вард уже достаточно много информации дал в комплексте. Так что... Там, по-моему, какая-то стычка на топе может быть сейчас. Там есть дайкер. Пошел пресс за атаку. Можно пытаться кинуть дуэль. Ну, интересно, получится ли, если пару еще раз кураж пройдет. Он не проходит, ему выигрывает дуэль. Но и бежать отсюда надо. Бежать отсюда надо. Эклипс потрачен. Кэнсел может и закрутить. Майнсит пока что луна. Неужто она отсюда уйдет на таких-то хп? Нет, будет тычка от Кэнсела. Фейзы откатились, я так понимаю. И он смог догнать. Не стоит видеть Лайфстилера дополнительным уроном, это уж точно. Ну, вообще, да. Но странно было вообще кастовать дуэль, когда там вовсю разряжается эпицентр. Видимо, не ожидали. Сначала была закастована дуэль, потом ворвался. Мантас Форевер. Попытка спилить дерево. Фейтболт. Пошел булыжник. А будет ли здесь Вижен? А Вижен и не нужен. На нас справляется и так. И пуш продолжается. Зафрик, аккуратнее будь. Летит Яша в курьере. Для Джаггернаута. Есть армлет. Пока 10 атаки. Слушай, Лайфстилеру 10 атаки это вообще царский подгон. Да уж. Не говори. Он еще и дезолятор купит, и саблю какую-то. То есть эти 10 урона потенциально превращаются в несколько большее количество. С учетом того, что у него там и артефакты будут прокать, и еще армор снижаться. Так что да, действительно, очень обидное. Так аккуратнее. Обидное поражение. Сейчас есть подкоп. Так как Вижен здесь имеется. Пошел Ароу. Ароу пролетает мимо. Ну и, наверное, он отсюда уйдет. Бимчик еще можно дать. Там нормальные рейндропы так выбиваются. Вышка пока стоит. Тимбер здесь подбыковывает, если честно. Джиггернаут с Омнислэшем. Попытка размотать Сент Кинга. Сент Кинг. Спрятали в Мунлайт. Подкопался наверх. Вижна нет. Пошел Омнислэш. Надо забрать какое-то количество дэмэджа на Рубика. Он забирает. Но здесь просто с Фьюри докрутят луну. В миде тем временем падает вышка у комплекса. Пытается... Нет, динай будет. Ой, Рут от Свиндлза вообще в никуда. Пошел подкоп по Тимберу. Тимбер пока живет. Снова уходит на Тимберчейне. Старшторм раз. Старшторм два. Диск неплохой. Надо уходить. Снова. А будет ли тэпаут? Нет. Тэпаут. Можно скистовать. Манны хватает. Очередной подкоп. Нужен Тимберчейн и тэпаут. Тимберчейн и тэпаут. Но слишком быстрый кэнсел. Слишком быстрый кэнсел. И тянет временно. Выигрывает много времени. Просто тянет. В это время упала вышка на топе. Досталась она Легионке. Начинают драки проигрывать в ЭГ Юнити. И на центре тоже вышку забрать не получилось. В итоге ее комплексы задинаили. Лишились части золота в ЭГ Юнити. Ну вот Рубик с Бороу Страйком. Это конечно круто. Теперь нужно этого Рубика реализовывать. Это наверное самый полезный скилл, который можно своровать в данной ситуации. Ну что, Смок. От Комплексити. Идут искать. Кэнсел. Омни слэш будет только через 40 секунд. Эпицентр зато имеется. Шубатмы. Есть поинт бустер. Не так уж и плохо. На 16 минуте. Да, тайминг хороший. 3-400 на руках. Ну, в смысле нетворса. Ну, это саппорт Патма. Роумище. Золота предостаточно. Так, Эклипс есть, но он первого уровня. Надо получить 11-й левел на Луне. Только после этого драться. В Кэнселе сидит Лайфсиллер. Не стоит об этом забывать. Эрспирит вкатился. Пошел Сайланс. Моментальный минус Джеккернаута. Очень неприятно. Есть подкоп. Эрспирита скорее всего заберут. Прожимается Эсиклипс, пусть и первого уровня, но он уходит в никуда. Абсолютно. Манки пытается завейдить все это дело. Скистовал песочек. Попадает под диск. И не достали его. Не удается сохранить в ВГ Юнити боевой контакт. За кем бы они не бежали. С Вейдлз будет ли дуэлька? Есть дуэлька. Дуэлька по Свиндлзо. Минус. На Найт сюда просто уйдет. Просто уйдет пешком. Подкоп. И еще один минус. Отличная работа в ВГ Юнити. Можно сломать вышку. По крайней мере попытаться. Но здесь никто не должен оставаться. Никаких шансов тут нет. Здесь пресс-атак, ускорение. Да, комплексити просто жадничают. Комплексити просто жадничают. Они хотят, видимо, подраться через Эпицентр. Но Эпицентр первого уровня. Этого урона может просто не хватить. Раскастовывается. Манкис Форэйвер влетает сюда вместе с Джиггернаутом. Но... Хватает дэмэджа? Хватает. Правда забрали Сенкинга. Но может погибнуть здесь Ненгру. А будет пока что Армлет. Все еще живет. Уходит с дайгера. Здесь же дерево. И надо бежать. Надо бежать. Но на ничего не грозит, наверное. Кэнсел, кстати говоря, даже Омнислэш не потратил. Сейчас кастует его. Распределяется урон. Не удается переключить Армлет. Кэнсел подрубает Блэйдфури. Видимо, южно-азиатская команда просто не ожидала, что за счет этого телепорта Джиггернаута их просто тут всех поубивают. Вообще непонятно, зачем Легионка вернулась под этот Омнислэш. То есть ты там выжил, и все вроде неплохо. Да, нам показывают повтор, как был скастован этот эпицентр. Начинает кастовать. Отличный подкоп по двоим там был. Из-за того, что пресс за атаку был проюзан, засейвить Луну как-то не получилось. Хотя, мне кажется, она бы здесь выживала. Ну и в итоге мы видим разбегать. Приходится, забирают здесь и Рубика. Потом Легионка сама вернулась под Джиггернаута. Пошли Ванды, подкоп, минус. Тимберсоул. Эрспирит пытается отсюда укатиться. Есть Рут. Зацепил, но от толку. Он слишком далеко. Но может попытаются его найти. Они наверняка в курсе, что у Эрспирита элементарно нету телепорта. Укатывает Манкис Форевер местоположение. И попытаются забрать сейчас. Булыжник укатывается. И он уже возле Т2. Его не так просто взять. Хотя подкоп есть. Даггер откатился. Можно копать, но не стал рисковать здесь. Сенкинг 9.15. Девятнадцатая минута. Джиггернаут топ-1 по Нетворсу. 7.400 у Луны. 6.900. Легионка. Тимберсоул пока страдает. 6.100. Да, в Аг-Юнити хоть и проиграли вот эту вот драку на боте в конце концов. Но Легионка заласкитила вышку. Поэтому Кенгару получает много золота. Манта у Джиггернаута. 20 урона у Легионки. Да, пока все у Сенкинга отлично. Да, более чем хорошо. 3.2.10 статистика. Манкис Форевер делает свою работу. Отрабатывает свой хлеб. Хорошо инициирует. Хорошо копает. Что, опять попытка убить? Смотри, Лайстиллер просто передвигается в тележке. Да, но его заметили. Его заметили, конечно же. Мне кажется, Юлу надо собрать на Тимбере. Обязательный айтем сейчас. Значит, я буду просто грызть. Пошел Смоук. Не дали Луни дофармить Эншентов. Много чего полезного можно купить на Тимбере в данной игре. Можно Лотус, можно какой-нибудь Худ оф Дефайнс, если его еще нет. Что, сейчас будет стычка? Пока в инвизе. Тимбер может подставиться. Манкис Форевер. Мне кажется, команду в Эго Юнити устраивает. Будет дуэль. Есть дуэль. А сюда залетает Вороный диск. Пошел. Минус Лайфстиллер. Ментально 45 секунд его не будет. Сенкин кое-как выживает. Пытается отсюда уйти. Тимбер не попадает. Но Вижен по нему имеется. Это очередной фраг от Легионки. Да, Рубик, кстати говоря, ворует эпицентр. Что немаловажно. Можно попытаться его где-то использовать. Если у Рубика появится Блинк. Хотя у него нетворс маленький. Наверное, Блинк у него не скоро будет. Пошел Сиит. Попытка разобраться. Но тут же Презо Атак. Приходится прожимать Фьюри. Погоня за Свиндолзом. Будет ли здесь Вижен? Свиндолз пока майнсид. Стрелы. Есть Дасты. Его зацепило. Но Вижны нет. Хотя вот сейчас, возможно, Луна до него доберется. Каменьер Спирита. Ты по аутоциндолзом. Нет, не смогли поймать Тринд Протектора. Но комплексы очень сильно рисковали. Они были в меньшинстве. Если бы все-таки ВГ Юнити смогли синициировать этот бой, они бы потеряли несколько героев. Ну, по крайней мере, Тринд Протектора могли потерять. При этом дуэль была у Легионки. Не, не, не. Она в кулдауне была. Ну, сейчас уже откатилась. Его могли там погонять как-то. Да, если бы подцепили, могли бы оставить еще... Ради того, чтобы демеджа Легионке добавить. Что, выход на Т2? Да, выход на Т2. Эпицентра нет. Ворваться как-то... Ну, смотря у кого. У Иксного, я так понимаю, должен быть эпицентр. Он его ворвался. Если он ничего другого не украл. После того, как он взял эпицентр у Манкис Форевер. Так, тут Лайфстиллер решил полетать в Драконе. Крипы падают очень быстро. Пошел Ливинг Армор. Сжигает крипов. Но вышка при этом все равно упадет. Даже Герноут в это время забирает Т1 в Идле. Да, и к тому же забирает еще пачку крипов, скорее всего. Надо бы ему это сделать. Еще вышка на топе может упасть. Зетфрик здесь активно подпушил. Что-то разминать Патму. Ну что, у Зетфрика почти готовый Аганим. Еще 100 золота где-то нужно получить. Патме. И уже урона со Старштором будет в разы больше. Две стола Джиггернаута. Интересно, будет ли появляться Блэйдмейл на Легионке? Все-таки играет против Лайфстиллера и Джиггернаут. Это важный айтем. Да, Блэйдмейлом можно нанести намного больше урона, нежели чем просто руками. Особенно, когда у тебя не так много артефактов на урон конкретно и урона сворована. Поэтому Блэйдмейл это, конечно, очень важное приобретение для любой Легионки. Джиггернаут может сам себя убить элементарно, если ты его задуэлишь. Ну, какие-то любые рандомные скиллы туда кидаются в дуэль и он умирает. Поэтому Блэйдмейл это вещь нужная. Как ни крути. Монта появляется умным. Да, все-таки эпицентр нам показывает, акцентирует наше внимание на то, что Икс снова выкачивает Налфилл. Это очень важно, потому что магического урона у комплекса колоссально много. Сюда и Патму добавь, и Эпицентр, и Блэйдфурия. Все это наносит хороший урон на данной стадии. И если выкачать Налфилл, то можно существенно сократить количество входящего урона. Тимбер покупает Вангуард. Судя по всему, это будет Кримсон. А почему нет? Не просто же так он его приобретает. Ой, Лайфстиллер. Ой, Лайфстиллер пошел в фарме теншентов. Его не видят. Сейчас тучи сгущаются над игроками. Кэнцеллы Манкист Форевер, они попытаются отсюда уйти и, скорее всего, уйдут. Дизолятор появляется у Лайфстиллера. В Гьюнити, возможно, думают, что Лайфстиллер находится в Сент-Кинге. Разводит иллюзиями. Манкист Форевер использует подкоп, уходит. И делает телепорт. Отличная работа. Много времени выигрывают сейчас. Очень много времени выигрывают комплексити. Снова в Драконе. Лайфстиллер решил много летать. Да, Кэнцелл думает, что ему собирать. У него уже 2800 золота. Не спешит он приобретать вещи. Покупает все-таки Диффьюжл Блейд Рэд Кликом. Жалко, мы не увидим Джиггернаута от Шэдлл в этой игре. Да и вообще, в принципе, больше. На этом мейджоре нет. На этом мейджоре уже, к сожалению, не увидим. На-на-а забирает на себя крипов. Очень хочется у нас такать армора. Хорошо дефует лайфстиллер. Он здесь сжигает крипчиков. Но, как мы видим, у них крипчики особо не нужны. Она может получить сейчас какой-то пресс-атак и снести эту вышку. Хотят напасть с тыла в Эг-Юнити. У них это может получиться. Пошел подкоп. Тут же должен быть пресс-атак. Есть пресс-атак. Пошла дуэль. Но наджимает эпицентр. Эпицентр есть. Кэнцелл. Много урона. Прожимает Юрий. Понимает, что он не справляется с Луной. Прогоняет его отсюда. В итоге размен пока что 1 в 2. Уже 1 в 3. Пытаются добить лайфстиллера. Есть подкоп. Лайфстиллер тоже в таверну. Его 57 секунд не будет. Прогоняют отсюда с Виндолза. И в итоге ужасная драка для комплексти. Да, комплексти хотели напасть на ВГ-Юнити с тыла. Но ничего не вышло по итогу. Мы видим то, что даже с учетом байбэка от Сент-Кинга. Ребята теряют Т2-вышку. И сейчас рискуют своим лайном на боте. Перепутываю я эпицентр с Эклипсом. Но извиняюсь. Знают, судя по всему, комплексти, где находится сейчас Эр Спирит. Помигали ту точку, где... Куда он закатился? Я думаю, сейчас проблема не Эр Спирит. Это вот луна, которая сносит очень быстро вышку. Ливен Кармор сбивается просто за долю секунды. Переключаются на милишный барак. Мы прекрасно понимаем, кто это пушит. Это луна. Поэтому с бараками она справляется очень быстро. И она никого сюда просто не подпускает. Стоит только подойти хотя бы на несколько шагов. Ты сразу же получаешь несколько глейбов и... Ой, Манкис Форевер. Есть подкоп. Не уйдет отсюда Эр Спирит. Залетает сюда Арл. Но отдать саппорта за лейн. Это нормально. Он мог, конечно, уйти немного раньше. Да, вот нам показывают стычку. Тут же Манта. Тут же прожимается Эклипс. Моментально погибает здесь Сен Кинг. Он тут же байбекается. Кэнсел. Не хватает урона, чтобы забить луну. О, Эр Спирит отличный булыжник. Застанил. И уже не выбирается. Без рейджа здесь лайфстилер. Да. Хотя, казалось бы, хорошую попытку приняли комплексити. Идея была неплохая. Зайти со спины. Застать соперника врасплох. Но ничего не вышло. Показывают реакцию, наверное, на файт. Да. Заходят в Рошпит. Надо комплексити что-то менять в этой игре. Возможно, забрать Рошанчика. Получить Айгис. Лишние денюжки. Лишняя жизнь для одного из героев. Это может сильно изменить ситуацию на карте. Но я не уверен, что ВГ Юнити готовы отдать этого Рошана. Хотя уже падает. ВГ Юнити отдать Рошана, конечно же, не готовы. Но Легионку очень далеко. Поэтому придется им с этим смириться. Пошел Мунлайт. Падает Рошан. Рядом Тимбер. Можно его подкопать. Но она может попасть под фокус. Очень неприятно ему. Есть Эр Спирит. Хороший булыжник по двоим. Запрыгивайся Легионка. Будет ли дуэль? Есть дуэль на Сен Кинга. Будет ли по нему какой-то фокус? Есть рут. Прожимается Эклипс. Слишком много урона от Луны. Сен Кинг снова в таверне на 55 секунд. Но забирают уже и Легионку. Кэнсел пытается отсюда уйти. В нем Лайфстиллер. Погибает Кэнсел. Поднимает Лайфстиллер. Он ничего не успевает сделать. Ему тоже погибает. У него есть бонус. У него был Аегис. Нету Джиггернаута. Как драться без умни слэша? Кэнсел. Не совсем понятно. В комплекте теряют второй раз Лайфстиллера. Это минус драка при условии того, что у них был Аегис. Ужасный файт. Они нападают на Тимбера уже в очередной раз. Но на пробить просто невозможно. Под Налфилдом и Кримсон Гвардом. Он впитывает абсолютно весь ирон. Гоняет он сейчас Зефрика. При этом его тиммейт уже заходит с миддл на хайграунд. Так как крипы на ботами есть. А хотя тут еще и Рейнджовый их сопроводил. Есть байбэк от Джиггернаута. Омни слэш не был потрачен. Ливинг Армор. Пойдет сейчас моментально. 20 зарядов в Бладстоуне у Тимбера. Он может просто летать по вражеской базе и не терять ману. Пробить его очень сложно. Есть Трвела. Что делать? Возвращается. Быкует здесь Луна. У нее Иглсонг пока у ворота нет. Это все еще опасно под Джиггернаута подставляться. Ну и все. Луна начинает. Есть эпицентр. Пошел под коп. Очень больно здесь Луне. Будет ли здесь пресса атака, чтобы засейвить ее хоть как-то? Очень больно Луне. Он пытается уйти под Принцем Гварда. Пошел Рутл. Ну спилили. Омни слэш. Очень больно здесь в АГ Юнити. Они начинают рассыпаться. Пошла дуэль. Попытка зафокусить хоть как-то Джиггернаут. Он после байбека и погибает. Возможно не уйдет здесь Кенгуру. Да, он погибает. Но дуэль он выиграл. Джиггернаут он встает на трейл. Он у нас всегда есть блокстон. Он сможет если что просто заденайться. Не отдать большое количество золота. Он сейчас будет просто время выигрывать. Ну пока надо побегать. Пока надо побегать, конечно. Пока еще комплексти не смогли его убить. А он по-моему собирается не бегать. Он собирается гонять. Неужели отпустят? Неужели даже... А что они его сделают вдвоем? Да, и Лайстиллер очень далеко. Пробить Нана без Лайстиллера не получится. Все, у нас такал армор. У него все хорошо с Регеном. Ну должны были много золотой комплексти получить за эту драку. Хотя, конечно, ситуацию это не красит. Совершенно никак. Да, байбэк был от Кора. Не успели спушить бараки. Так, потянул сюда Зефрик. Нана его подкопали. А Роу залетает. Возможно, не успеет. Он сейчас заденается. Хотя, Кримсон Гвард. И попытка сделать тэпаут. Рут есть? Нет, он просто улетает. Это жуть. Это, наверное, такая дизмораль. Когда ты втроем просто не можешь остановить героя, который просто нажимает тэпаут и уходит при тебе. Пока нет Омни Слэша и нет эпицентра. Мне кажется, в АГ Юнити должны идти. Да, не могут на самом деле дождаться бабочки. Бабочка уже есть. Вот уже, вот, собственно, да. Теперь можно идти в атаку. Есть Блинк Даггер у Тимбера. Преимущество-то небольшое, но всего 5000 для 30-й минуты. Это не какие-то колоссальные деньги, которые невозможно отыграть. По XP все вообще в нуле, но при этом комплексти не могут нормально построить свой файт. Дуэли каждый раз забираются в копилку Легионки, и она бустит, бустит, бустит свою атаку. Да, раз за разом Легионка становится все мощнее. И комплексти-то ничего с этим поделать не могут. Если Легионка кого-то дуэлит, они вынуждены с этим смириться. У них нету шедоу-демона, нету оракла, который засейвит. Какого-нибудь там Джиггернаута, допустим, который сам себя, Блэйдмейл, может убить. Ну смотри, Тимбер просто стоит и бьет рейнджовый барак. Да тут даже не Тимбер бьет рейнджовый барак, а две иллюзии Луны, против которых нечем играть в комплексти на данный момент. Табьюз. Рейнджовый барак пал. Хотят продолжать. Между прочим, Легионочка убила Лайстилера. Ой, афратнее надо быть канцелу. А где? Не знаю, нам не показали. Нам не показали, да. Есть Старшторм, но прожат Кримсенгвард, пытаются развести на байбэк. Вот он байбэк. На-на. Вместе с Сор Спиритом очень агрессивно играют, находясь на хайграунде врага. Их это никак не смущает. У комплексти кончаются ресурсы. Они теряют все больше и больше строений на базе. У ВГ Юниси все больше и больше фарма. Уже наделали кучу байбэков, у них никто выкупаться сейчас не может. Ну что, будет врыв. Да, мы видим Сенкинг, есть второй эпицентр, есть Даггер, Форстаф. Пошел эпицентр, ему сбивают Даггер, поэтому он не сможет ничего сделать. Он врывается в Тимбер, а Тимберу все равно. Минус Сенкинг, наверное, нет. Пока еще живет. Слушай, Му вгрызается. Пошел пресс за атаку. Му пока еще падается. Как же долго живет здесь Луна. Эта дуэль пошла. Минус Му. 72 секунды в таверне. Есть Рут по четверым. Неплохо. Нажимается Эклипс. Как много урона. Кэнсел тоже разваливается. И, по-моему, попахивает Гудгейман. Ты посмотри, как мало хитпоинтов осталось у Луны. На нас играл ключевую роль в этой драке. Он нашел этого Сенкинга, прыгнул на него и сбил ему блинг. Только благодаря этому комплексити сейчас проиграли. Там пресс-атак еще очень хороший был на Луну. И, соответственно, она там наносила тону дэмэджа. Ну и бабочка, конечно. Пошел Телекинез. Подцепили здесь Патму. Патма тоже минус. Атака в трон. Гудгейм, виллплей. Кэнсел пишет Кэнсел. Комплексити покидают этот турнир. Еще одна неожиданная победа. Еще один неожиданный результат. Я не знаю, для кого неожиданный. Я выиграл пять долларов.